Друзья, привет! Всех вас приветствую! Меня все так же зовут Андрей, и я все так же выхожу, снимаю это видео из леса. Кто-то спросит, почему. В последних комментариях я даже прочитал такую версию, что якобы он снимает из леса, потому что не хочет или боится, или стесняется делать это дома. Якобы показывает, что он вяжет, что он кайфует от этого, получает удовольствие, занимается любимым делом – рукоделием. Но скажу я вам – нет. В лесу я снимаю, потому что, во-первых, на улице всегда свет лучше, чем дома. Дома темно. Во-вторых, в лесу свежий воздух, потрясающая атмосфера, которую дома ну никак вы не создадите никакими там всякими способами, софтбоксами, цветами и так далее. Здесь классно. Посмотрите, посмотрите вокруг сколько всего. Сосны, ели, белки у нас там прыгают и пляшут. Поэтому сегодня опять вещаю из леса. О чем будет это видео? Ну, во-первых, про комплект. Я так понял, что вам зашел, вам понравился этот комплект. Я получил невероятное количество комментариев по этому поводу. Огромное вам всем спасибо, что пишете. Это прям мотивирует, прям задает такой темп. Хочется еще больше делать, снимать, показывать вам и радовать вас на самом деле очень простыми работами. Будем вязать. Вчера я забрал у наших друзей пряжу. Много пряжи, ацтеки разных цветов. Серый, вот такой вот серый цвет, из которого я вязал этот комплект, оказывается, раскупили. Поэтому вот такой вот серый с бежевым будет. Буду вязать. Буду показывать вам, как я вяжу вот этот простой комплект. Воротничок и шапку. Но я сниму длинное видео, выложенное на YouTube. Вы, конечно, посмотрите, как я все это делаю. И я вам все постараюсь объяснить подробно. И проще не бывает. Очень просто все будет. Так, этот комплект убираю. Напомню, то, что это пряжа Катя Ацтека. 180 метров на 100 грамм. И вязал я, по-моему, на 4 или на 4,5 миллиметров спицах. Надо посмотреть. Вы можете любую пряжу подобрать. Я покажу, как петли набирать, как... В общем, это еще о чем? Это еще о том, что на самом деле не обязательно искать какую-то дорогую, классную пряжу. Какие-то блестящие там супер спицы. Нет, совсем это... Делать это не обязательно. Это как, знаете, все равно, что я хочу начать вести свой блог, но никак не могу. У меня старенький телефон, там камера 10-5 мегапикселей. И качество не очень хорошее. Поэтому я буду ждать профессиональную камеру, профессиональный микрофон. И только тогда начну. Нет! Если есть желание, если вы чем-то загорелись и что-то хотите, делайте сейчас. Делайте тем, что у вас есть. Вот. Поэтому, если есть спицы, любые. Берем любые спицы, берем любую пряжу и начинаем вязать. В интернете огромное количество материалов, видео. Чего только нету. Каких только узоров нету, каких только наборов нету. Невероятное количество информационных ресурсов существует вообще в различных направлениях, во всех. Так. По этому комплекту все приняли, да? Пряжа у меня есть, спицы есть, все есть. Желание главное есть, вдохновение есть. Понял то, что вы этого хотите. И поэтому буду делать совсем скоро. Все покажу. Вторая часть видоса моего. Я довязал желтый комплект. Это помните, да? Желтая шапка. Я в ней как-то вел прямой эфир. Как раз вязал вот этот шарф. И шарф. Желтый, желтый, желтый. Длинный шарф. Он, наверное, получился, ну, я думаю, больше двух метров. Так. Я отойду, чтобы вы меня увидели. Микрофон вроде хватает. Ха-ха! Вот такой вот желтый шарф получился. Я не буду его обматывать, потому что микрофон задену и будет плохой звук. А как мы знаем, звук должен быть хорошим. С хорошим звуком смотреть всегда интереснее. Вот этот шарф я вязал также узором двойной рис. Сейчас шапка связана, опять же, резинкой 2.2. Абсолютно простой набор, простой узор, простой рисунок. Просто вяжется монотонно, не запутаться. Для новичков самое то. Связать вот такой шарф, мне кажется, в подарок, например, для друзей, для знакомых, для родственников, для людей, которым нравится ручная работа, которые любят теплые вещи, такой подарок будет самое то. Поэтому, если вы думаете, если у кого-то из родственников скоро день рождения, или на Новый год не знаете, что подарить, друзья, берем спицы, пряжу, вяжем и дарим потрясающую вещь с теплом, с душой, сделанную от чистого сердца, дарим. И вы получите потрясающие эмоции. И тот, для кого вы сделали это своими руками, поверьте, получат такие же потрясающие эмоции и настроение. А самое главное, ну не самое главное, конечно, каждое утро, когда человек будет надевать эту шапку или шарф, он будет вспоминать про вас. Про ваш потрясающий подарок. Узор двойной рис, простой. Обращаюсь к вам. Если есть желание, я покажу, сделаю специальное видео, расскажу. Хотя там показывает 2 минуты. Раз, раз, раз и все. Но я готов, готов это сделать, потому что знаю, что многие, ну не знают, не хотят разбираться, хотят, чтобы прям вот раз, посмотреть, сколько петель набрать, какую стеночку петли провязать и так далее. Поэтому я готов показать, рассказать. Пишите, если, опять же, нужно это. Если. Пишите, все покажу и расскажу. Солнечный получился комплект такой, шапки и шарфа. Желтый, яркий. Знаете, то, что меня радует? То, что вот этот цвет несет в наш мир такое настроение классное, позитив, он как солнышко, знаете, освещает все вокруг тебя. И это прям потрясающе. Когда вокруг зимой и осенью все серое, а в городах у нас по большей части серость, серый асфальт, дома. Не хватает чего-то такого настоящего, яркого, солнечного. И вот такое изделие, такой комплект, а тем более сделанный своими руками, с душой, поверьте, поможет разбавить хмурые городские будни и придаст вам классное, хорошее настроение. И людям вокруг, да. Вот люди вокруг сейчас, кстати, ходят. Я снимаю здесь, плюс, надеюсь, тоже ходят люди. И поверьте, они улыбаются. Да. И вы улыбаетесь. Улыбайтесь чаще. Делайте то, что вам в кайф. Творите и несите добро в этот мир. Спасибо, друзья. Но мы продолжаем. Это я не прощался. Это просто, ну, просто вставка. Да, да, поехали, поехали. Этот свитер, этот худи, да, это тоже ручная работа. Связала его моя жена Таня. Именно она и научила меня вязать. Когда-то, когда-то давным-давно. А именно всего лишь там каких-то 5 лет назад плюс-минус. И поэтому худи, а именно свитеру, в школе вязания Тани Курочкиной есть курс, уроки, по которому вы сможете связать такое же изделие. Либо проявите еще и свою фантазию и сделаете его еще круче, разбавив какими-то рисунками, орнаментами и так далее. Худи называется ТК Хухуди. И урок по нему можно приобрести в школе вязания. Так, ну и на этом солнечном комплекте, на этом солнечной части видео я, наверное, закончу свое вещание на сегодня. Вот. Пожелаю вам всем добра. Любите. Делайте то, что вам доставляет настоящее удовольствие. Ни в коем случае не стесняйтесь своего хобби. Ну и вот к чему лежит душа, то и творите. Творите. Творчество несет добро в этот мир. Чем больше мы творим, чем больше мы создаем, тем мир добрее. И давайте сделаем его еще лучше, еще добрее и вместе. Спасибо. С вами был Андрей. До скорых встреч.